Как было сказано в поддержку болеющих, ну вот я сама переболела этим летом коронавирусом, и привелась, и переболела всё вместе. Вот, и такое немножко было состояние изменённого сознания, когда болела, но написали стихи. Летний ковидный цикл. Автоэкспиграф. Ни дня без строчки, ни шажка и ни любви. Всё то, что видишь, словом назови. Фейсбук, как братская могила, погребены где враг и милый. Порой боишься открывать, по ком сегодня, вот опять. Какая страшная жара, а я простудою болею. И огненному суховею лицо подставлено с утра. Какие чуждые слова, как будто пишет незнакомый. Их смысл тем больше невесомый, что в лихорадке голова. Какая странная любовь, в ней и порыв, как хворь болезнен. Но сочинилась столько песен, что жаловаться не изволю. Да, мы ревностны так в отношениях. Избран раз, будь слабее, не смей. Ни в любви, ни в труде, ни в поэзии. Соответствуй короне своей. Вы, мужчины, в запросах изменчивые. Если лучшее лишь для меня. Собеседником сделайся женщина. Или сталкай семью сохраня. Как мы все друг от друга зависимы. Неукор, одобрение ждем. Стебли лилий жарою пронизаны. Побежали гулять под дождем. Обет молчания у поэта. Ах, не клянись. Ведь тайна рифма воспета взмывает ввысь. Я унесу твои секреты навек с собой. Когда они в аккорд одеты, придут строкой. Как не гребки твои объятия, скажи, наскучила тебя? В глухом шкафу пылятся платья, что надевают раз в судьбе. Ах, не пройтись в них больше. Лето мое осталось позади. Но, может, осень нежным светом затмит июльские дожди. Деревья, пронизав весь мир коньями, в дожди вершат нелегкий нежный труд. Они, как вышки связи между нами, битвями информацию несут. И мне проникли в душу те сигналы. Твоя сегодня лесточка дошла. Как мало я когда-то понимала. Печали сил влажного ствола. Депрессии не место в доме, пока любовь стоит на стреме. Но лишь покинула свой пост и рифма сразу. Но по гост. Дом без любви и глухой немы тянет прочь из этих стен. Как счастью хворому помочь. Скорее сына звать и дочь, гостей, друзей, своих, чужих. Здесь задыхается мой стих уже стопом астмовым бредом. Не хочешь, так и я не иду. Конечно, все детские книжки для взрослых. Деликие книги, имею в виду. Как славно, культы одинокий подросток засесть за романов и сарклу буду. Ах, мне бы дружить с этой рыжей Пеппи. И с Карстном вместе по крышам гулять. Сказал Иисус нам. Вы станьте, как дети. Иначе не выпадет вам благодать. Но дети порою бывают жестоки. Поэты, тем паче, взрослеть не хотят. Добро же несут через картины и строки. Что в детстве заложено, сто лет назад. О пьесах Чехова. Писатель, актриса и врач. Вот три персонажа у Чехова. На образе он не богач, но поводы ищет для смеха нам. Грустнейшие пьесы его. Комедии автором названы. Людское в них все естество в своем первородстве показано. Спить градус высокий страдания. Пытается Чехов неистово. Но вот драматургу признания. Мы плачем над Чайкиной жизнью. И в конце три небольших стихотворения на такую кулинарную тему. Я потеряла чувство вкуса и обоняние во время коронавируса. Но готовить все равно приходилось. Вот такие стишки. Спагетти-баланез. Спагетти, лингвини, пьено-регато. Как русскому сердцу приятны слова. Сам Гуголь вкушал макароны, ребята. Чуть-чуть отварить и приправить едва. Душистой петрушкой и сыром, и фаршем, и соусом из помидоров залить. Готов баланез. Блюдо дивное наше. Привет из Италии. Простите. Попейте. Овощное рагу. Секрет овощного рагу открыть вам охотно могу. Нельзя проворонить моментом. Все овощи только альденте. Какие же брать? Да любые. Числом лишь не больше четыре. А если до кучи, ура! У нас овощная икра. Еще важно здесь для кого? Семейство ей моего. И вот сегодняшние две строки. Из яблок шарлотка. Приезд у сыночка. У любовной завистие жирная точка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...